Добрый день. В эфире телеканала НТС Новости в студии Елена Яковлева. Откровенно о политике и планах на будущее у Мурбек Бабанов дал первое за полтора года интервью. В нем бывший кандидат в президенты рассказал о том, что предшествовало его выезду из страны и какие интриги прились вокруг него в период его участия в выборах президента и после них, а также о настоящих друзьях и тех, кто предал, преследуя личные интересы. Там сидели представители ГКНБ, генпрокуратуры, которые запугивали депутатов, требовали, чтобы они сняли меня с должности лидера фракции. Моим сторонникам выкручивали руки. Их заставляли выступать против меня. Вынуждали собирать подписи против меня. Они мне сами рассказывали об этом. До сегодняшнего дня я никому еще не рассказывал обо всем этом. Кроме того, Мурбек Бабанов рассказал о том, чем занимался все эти полтора года и какие полезные связи ему удалось наработать за это время. По словам экс-кандидата в президенты, он готов привлекать в Кыргызстан новых инвесторов. У меня еще не было столько много свободного времени. Находясь в России, увидел много нового. Например, побывал в Сколково, встретился с его руководителями. Провел переговоры со многими компаниями. Это было полезно, познавательно и лично для меня самого. Это просто удивительно. Я бы сказал, даже сказочно. Я научился ценить в людях то, чему я раньше не придавал значения. Вдали от родины я узнал, кто является моим настоящим другом, а кто дружил со мной из-за власти и денег. Это стало для меня большим уроком, серьезным опытом. Во-вторых, пополнил свой опыт в сфере экономики. Провел встречи с крупными компаниями. Глубоко изучил их технологии. Полную версию интервью Мурбека Бабанова смотрите сегодня в 19.40 на телеканале НТС. Политик Камчебек Ташиев потребовал отставки правительства. Основанием для этого он привел тот факт, что правительство не обнародовало протокол соглашения по границе с Таджикистаном, которое было подписано вице-премьер-министром Джинишем Розаковым еще 13 марта этого года. Кроме того, подчеркнул политик, на днях в Душанбе снова проходили переговоры. И об этих договоренностях народ не имеет никакой информации. Ташиев потребовал обнародовать результаты обсуждений, которые были закреплены протоколом. Помимо приграничного вопроса, политик сделал и другое значительное заявление о его отношениях с Омурбеком Бабановым. Камчебек Ташиев подтвердил, что встречался с Бабановым и считает, что он должен вернуться в Кыргызстан. По словам бывшего депутата, ни он, ни Омурбек Бабанов не собирались и не собираются устраивать госпереворот. Это были специально распространяемые в период выборов слухи, так же, как и сегодня. Послон Камчебек Ташиева и их тандем с Омурбеком Бабановым и не распадался. И сегодня работает фракция «Республика Атаджорд». С возвращением Бабанова, может быть, каким-то образом спадет политическая температура в стране. Я думаю, у Бабанова имеется очень много избирателей, которые волнуются за него. Волнуются за тем, что он мог спокойно вернуться в страну, он мог спокойно быть среди своих избирателей. Поэтому, я думаю, мы, исполняя желание многотысячных, может, сотни тысяч людей, обязательно должны дать возможность Бабанову вернуться в страну спокойно, мирно и доказать свою правоту в правоохранительных органах. В таможне Кыргызстана не комментирует опубликованную российским информагентством «Интерфакс» информацию о схемах легализации тенового оборота импортных товаров из Кыргызстана в Россию. Фубликация СМИ ссылается на собственные источники в правительстве, по данным которых Владимир Путин о принятии мер по этому вопросу дал поручение главе Кабмина и ФСБ после получения письма от главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, в котором она раскрыла подробности финансирования серого импорта и сомнительных переводов средств из лиц за рубеж через крупнейшие российские рынки. Отмечается, что отправление средств осуществлялось источник неподалеку от этих рынков, а получателями являлись торговые склады в Кыргызии и Казахстане, куда в свою очередь приходят товары из Китая и Вьетнама. В правительстве нашей республики ответили, что никаких официальных уведомлений на этот счет они не получили. В таможне лишь отметили, что большая часть товаров народного потребления к нам импортируется из Китая. Из Вьетнама объемы более чем незначительные. Ну а в госапотечной компании назревает некоторый скандал. Все руководство получило приставку ИО после того, как совет директоров ГИК признал промежуточный доклад правления неудовлетворительным. По словам председателя Совета директоров компании Азаматбека Абдебекова, годовой контракт с нынешним правлением завершился, и сегодня подыскиваются другие кандидаты. После этого решения, теперь уже исполняющий обязанности директор госапотечной компании Абдебек Шамкеев, негативно отозвался от членов директоров компании. Он отметил, что для выполнения поставленных задач им была сформирована отличная команда, которая сделала все необходимое для реализации программы. В итоге за три года ГИК стала ключевым звеном программы «Доступное жилье». Начав с отрицательного баланса, рентабельность собственного капитала была доведена до 10% с ежегодным увеличением капитализации на 150 млн. сомов. За период работы ГИК выдала 4078 патечных кредитов на 4,7 млрд. сомов. Более 16 тысяч граждан получили возможность купить недвижимость. Слушание по процессу об условно-досрочном освобождении бывшего главы СНБ Марата Суталинова вновь перенесли. Возле Бишкекского городского суда сегодня собралось около сотни человек, поддерживающих его земляков и родственников. Они обратились к суде с просьбой проявить гуманизм, о чем написали на плакатах. Ранее более низшая инстанция Ленинского района суда столица отказала Суталинову в досрочном освобождении. На сегодняшний процесс в горсуде председательствующий судья в качестве свидетеля пригласил и допросил начальника медсанчасти ГСИИН, подтвердившего смертельный диагноз подсудимого. По его словам, подсудимый находится в медицинской части с 2018 года. Ему диагностирован рак правой почки четвертой стадии. Но так как в суд не явился еще один свидетель, слушание перенесли на 15 апреля. Напомним, по приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Однако недавно стало известно, что экс-глава СНБ неизлечимо болен раком в терминальной стадии. Он содержится в исправительной колонии номер 47. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии. Участников перестрелки близ Токмака будут судить. Средствия окончены и материалы дела полностью собраны и направлены в Токмакский горсуд, сообщили в ГУВД Чуйской области. В ведомстве разъяснили, что оба фигуранты перестрелки обвиняются в хулиганстве. Обвинение по этой статье предъявлено Асхату Усенову. А вот второго участника обвиняют сразу по трём статьям. Кроме хулиганства, ему вменяют вымогательство и покушение на убийство. Это Достан Бишенкулов. Родственник депутата Чукаркукиня Шурмата Самаева. Инцидент, как сообщили очевидцы, между контрабандистами с применением оружия произошёл около КПП Токмак-Автодорожной и в ночь с 24 на 25 января. После перестрелки милиция и ГПС почти двое суток отрицали сам факт случившегося. До тех пор, пока оба участника не показали свои ранения и не обратились в больницу. Позже оба, и Асхат Усенов, и Достан Бишенкулов были выдворены в СИЗО. На Иссыкуль направили специальную команду инспекторов ГУБДД для обеспечения безопасности дорожного движения на основной трассе вдоль озера. За последние несколько дней там произошло несколько крупных смертельных ДТП, в которых погибли и взрослые дети. Отправленная на Иссыкуль группа сотрудников ГУБДД проведёт разъяснительные работы с жителями области, направленные на профилактику и предотвращение аварий. Только за прошлую неделю на дороге Балакчи-Каракол погибло 6 человек. Из них трое детей. Почти вся семья, напомним, погибла 5 апреля ночью в селе Бакту-Долю-Нуту. Супруги и их двое сыновей скончались в результате лобового столкновения со встречной машиной. Ещё одно аналогичное столкновение произошло на этой же трассе с участием внедорожника БМВ и грузовика Мерседес. Водитель джипа погиб, его супруга и дети пострадали. Десятилетняя девочка погибла в аварии на автодороге Каракол-Джету-Угус в районе села Балтабай.